Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем программу «Разворот на бизнес». Ведущие сегодня Светлана Зунько и Николай Голиков. Говорим мы об автопробеге «Дорогой молока» и не только об автопробеге. «Дорога молоку». «Дорога молоку». «Дорогой молока» тоже хорошо звучит, между прочим. «Дорога в молоко». «Дорога в молоко». Слушайте, столько названий, столько можно автопробегов провести. Напомню, что в гостях у нас в первом части был Алексей Котличков, зампредседатель правительства Кировской области. Большое ему спасибо за то, что он принял участие в нашем эфире. Мы не успели ему сказать пока. Ну, Алексея Алексеевичу можно будет послушать потом на сайте Кирова. Хороша ложка к обеду. Так, и, значит, соответственно, Любовь Михайловна Гусева, директор компании «Литон». Алексей Котличков я уже представил. Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка. Эльдар Фейзулин, директор ООО «УФА Гормолзавод» и глава молочного союза Башкортостана. И мы вот где-то в первом части немножко потеряли вот эту тему. Нет, мы просто поставили крючочек. Крючочек такой, да, но он как-то затянулся. Сейчас мы раскроем ее. И мы так вспомнили о том, что этот пробег, как бы он проходил не только по территории России, а потом участники пробега еще оказались в Канаде. А так как очень многие люди, вот я не знаю, я в том числе считаю, что Канада и Россия страны очень похожие по климатическим условиям. И мне кажется, даже по менталитету населения, да, как-то вот сколько я общался с канадцами, мне всегда с ними легко найти общий язык, в отличие от американцев, скажем. Американцы, они другие. Хотя вроде страна такая безграничная. Ильдус. Ой, Ильдар, прошу прощения, у меня посадок, Ильдус. Ильдар, вот вы там были. Вы там были в Канаде. Что? Так ли это вот? Так ли они похожи на нас? Ну, я бы сказал, что все-таки Америка ближе к России, чем Канады. Вот побывав там, она более закрытая страна. Канада? Более закрытая? Более закрытая страна, однозначно. Она закрыта даже по молочным границам. С Канадой молоко не вывозится. Там есть понятие фиксированная цена на молоко сырое. Соответственно, есть квоты на производство молока у фермеров. Поэтому за эти квоты они борются. Поэтому производить молоко в Канаде фермерам достаточно комфортно. Потому что они понимают, какая у них будет круглый год фиксированная цена на молоко. Соответственно, им нужно только работать над своей себестоимостью. В принципе, две статьи доходов у канадских фермеров. И я для себя не понимал, почему они так близко нас встретили. Вот Михаил тут рассказывал же, как они. По-доброму. По-доброму однозначно. Стретили по-доброму, по-семейному. В чем же интересно? Ну, как бы капиталисты. Я как бы их называю. И я это для себя сделал в конце самом. Первая статья, основная доходов – это продажи семени. Они продают на весь мир… Генетика. Генетика. Семя быков. Которые самые высокопродуктивные. Я научился на этих ферм проводить ботинировку. Это что такое? Это параметры быков по разным показателям. Высота в холке, ширина грудной клетки. Соответственно, сколько эта корова дает молока. Соответственно, вот такие показатели. И ты идешь, и это у них как конкурс даже проходит. И маленькие дети, фермеров дети, от 5 лет они уже умеют заниматься ботинировкой коров. И я для себя сделал большой вывод, что любовь к этой профессии они воспитывают у детей с детства в виде вот этих различных конкурсов и прививания любви. Действительно, вот как Михаил сказал, они в восьмом поколении фермеры, они занимаются семейным бизнесом. Производство молока – это у них основная статья доходов после производства семени. Поэтому они вот привозят сюда потенциальные покупатели. Вовсю. Основной производитель семени – это Америка и Канада. Мы, по-моему, и своих быков оттуда возим тоже. Ну, быки дороже, а семя там достаточно интересные. Тем же они еще занимаются эмбрионами, я могу сказать. Поставляют эмбрионы для российских... Уже оплодотворенные. Да, занимаются сексирными семьями, сексирными эмбрионами. Достаточно высокотехнологическое производство, куда... Это прямо фермеры этим занимаются, такими высокими технологиями обладают. Достаточно, очень, наверное, далеко они ушли. И все-таки вот давайте, а еще, знаете, какой вопрос? Я вот не договорил, какие плюсы как бы еще. Соответственно, заниматься животноводством в Канаде очень комфортно. Почему там фермерское направление очень сильно развито? Большие есть мегафермы? Вот как ни странно, я больших мегаферм не видел, но максимум там 100-200 голов, наверное. Потому что семейный бизнес, он не позволяет там брать наемных много работников. Они в основном там отец, сын, мать, дочь, невестка там занимаются. Поддерживается семейный бизнес? Поддерживается, помню, семейный бизнес. Там вот мы были на ферме, где выходцы с Италии, выходцы там с Англии, выходцы... В Канаде есть, в Канаде большая диаспорка. Не помню, по-моему, не было никого с Россией. Не занимаются. Можно я, да, смотрите, на самом деле нужно понимать, что это иммигранты. Вот, и если мы, вот, отвечая на ваш вопрос, похожи ли канадцы на нас, они похожи на нас, образца, нас, образца до 1917 года. То есть, да, одинаковые условия и уклад жизни у нас тоже были, извините, семейные, после конца крепостного права и так далее, да. Вот, и в первую очередь, конечно, животноводством в Голландии занимаются выходцы, в первую очередь, в Канаде, из Голландии, как раз, из Голландии, Дании и Великобритании. Молочные страны. Да, то есть, они как бы, они уехали фермеры оттуда, приехали в Канаду и стали заниматься этим бизнесом там. Поэтому, соответственно, там, наверное, ну, если есть украинские фермеры, ну, наверное, скорее всего, они не занимаются животноводством, потому что исторически голландцы всегда этим занимались дольше и эффективнее. Это первое. Второй момент. Квоты, вот то, что говорил Ильдар, закрытая страна, она еще подразумевает квоты. То есть, почему они не развиваются, нет больших ферм, они не могут продать больше молоко. Если бы у них, допустим, президентом был Владимир Владимирович Путин, вот, он бы дал им задание на экспорт поставить, они не смогли бы. Почему? Потому что у них самое дорогое молоко в мире изначально. У них закрытая граница. И они сейчас крайне боятся президента США Трампа, потому что он планомерно разрушает эту границу, потому что молоко в Штатах значительно дешевле. И уже, в принципе, шаги в этом направлении есть. И многие фермы закрывают бизнес молочного, переходит в мясной. Потому что, ну, как бы чего не вышло. Но вот эти квоты, правильно я понимаю, коллеги, эти квоты позволяют поддерживать и придавать уверенность производителям канадским. Смотрите, если у вас есть... Если бы их не было, их бы американцу давно... Нет, смотрите, если вы производите, допустим, 100 тонн молока в день, у вас есть квота на 100 тонн молока в день. Если вы произвели 105 тонн, у вас будет штраф. Либо вы должны купить квоту у своего соседа. То есть, соответственно, вы не можете произвести больше. Но денег хочется больше всегда, правильно же? А вы не можете больше. Не надо быть таким жадным. Нет, иначе вы не будете заниматься бизнесом. Поэтому вы занимаетесь генетикой. То, о чем сейчас говорит... Там квот нет. Да, и там есть как раз возможность для роста. И они, в первую очередь, производят не молоко. Они производят молока ровно столько, сколько может потребить канадский житель. А они производят, если говорить про экспорт, производят уже другую продукцию, с которой они могут дополнительно и в первую очередь получить деньги. Поэтому мы видим их огромные фермы, которые потенциально могут заполнить в два-три раза большим поголовьем. Для того, чтобы, если вдруг квоты рухнут, они смогут хлопать. А, то есть, все-таки они... Но вы хотите больше денег всегда заработать. Но вы можете произвести только 100 тонн в сутки. Ну, я условно говорю, и не больше. И вот в этом есть определенный момент. И плюс ко всему, опять же, разница в менталитете, она очень... То, что я говорил, образца 17-го года, до 17-го года. Люди живут хуторами. То есть, мы приезжаем в фермы. Там нету деревни как таковой. Если несколько домов, это уже город. Фермер живет отдельно. У него вокруг огромная территория. Они живут общинами. Мы как раз побывали на их празднике, где очень развита социальная структура. Они вместе собрались, скинулись на этот праздник. Комьюнити. Которого, к сожалению, у нас очень мало. У нас комьюнити пытается создать государство. Это наша самая большая вещь. И чем меньше государство участвует в наших делах, тем лучше. Мы должны самостоятельно участвовать в этих делах. Кстати, автопробег «Дорогу-молоку» в принципе организован и действует без участия государства. Это комьюнити молочной отрасли. Государство здесь гость. Гость. Хотят они... Они чисто теоретически, конечно, могут и запретить. Мы, конечно, находим какие-то коммуникации с ними. Мы рады, что нас поддерживают государство в лице регионов разных субъектов Российской Федерации. Но это как раз, на мой взгляд, хороший образец комьюнити молочной отрасли. Ну вот смотрите, в случае с Кировской областью все-таки участие государства на пользу пошло, да? Я думаю, что просто у нас очень мало опыта в обеднении, и тут принуждение было. И вот о чем бы мы ни говорили, о какой стране ни говорили, в результате мы возвращаемся в экономику, правильно? И благодарной была реплика от Михаила, что они-то были уверены. Мы за свою часть как бы этого праздника сомневались, что смогут ли участники рынка объединиться. И все-таки это произошло, и дорога молоко послужили огромным драйвером, получается, этого. И вот сейчас говорили про квоты, про потребление. О чем бы мы ни говорили, все равно главным действующим лицом у нас является потребитель. Если вернуться на вятскую землю, у нас потребление одно из самых высоких в стране. И производим мы молока больше, чем потребляем. И вот это объединение, оно очень важно в части позиционирования кировского молока. То есть желательно бы, чтобы перерабатывалось оно здесь, а не вывозилось сырьем. Это очень важно. А свои как бы у нас возможности как бы продавать в регионе, ну да, сколько-то мы еще там будем пропагандировать, но это все равно от потребительского спроса. И нужно выходить. И вот очень благодарна, что все-таки Дэри и Ньюс приняли решение стартовать с Кировской области. Это для нас очень такой повод объединиться. И то, что включилось в министерство, это очень, как бы очень-очень было важно. И лично Алексей Алексеевич и Татьяна Петровна Плехова очень много вложили. И я бы сказала, не только административные ресурсы, но и души. Прервем сейчас на полминуты. Напоминаю, это программа «Разворот на бизнес», «Дорога молоко». Молочники объединились для популяризации молочных продуктов. Продолжим через короткое время. Возвращаемся в студию. Это программа «Разворот на бизнес». Светлана Занько и Николай Голиков. Мы говорим о том, о проекте «Дорога молоко» и все, что связано с молоком. Сегодня тоже предмет нашего обсуждения. Здесь в студии Любовь Гусева, директор компании «Литон», инициатор объединения в Кировской области. Хотя вот сейчас сморщилась, Любовь Михайловна, но вы инициатор. Любовь двигатель такой у нас в Кировской области. Я за вами наблюдаю уже полгода, как вы пробиваете этот проект. Это совершенно и чистая правда. Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка. Ельдар Файзулин, глава Молочного союза Башкортостана. И директор Уфагормолзавода. Давайте мы вот о чем с вами поговорим сейчас. Действительно, про сам проект. Вы говорили, Михаил, что делаете в этот проект без участия государства. И главное, что... Вообще все бизнесмены говорят, главное, чтобы государство не мешало. Мы и сами все сделаем. Но насчет объединения. Ведь у вас на сайте, я вижу, что участие в проекте платное. Необходимо взносы платить. Расскажите просто про саму структуру. На что идут взносы? Как вы, собственно, объединяетесь? Вы сейчас нам говорили, что надо еще успеть, а мы записи эту программу сейчас делаем, записываем и уйти, обклеить автомобиль. Вот про вот это вот все расскажите нам. Ну, как бы без денег никуда. Вот. Взносы – это штука важная. Поскольку организовать это, скажем так, движение колонны – это важный момент. То есть бюджет мероприятия достаточно большой. Это перелеты, проживание, самих даже организаторов. То есть вот коллеги скажут, у нас тут команда, в числе 10 с лишним человек присутствует. Это ядро, которое все время в каждую точку приезжает, чтобы организовать... Да, потом нужно заранее это все организовать. Прибытие колонны и убытие. Нет, они едут в колонне, но это достаточно большая организационная работа. Я не знаю, каждую машину нужно обеспечить рацией, каждый участник должен иметь специальную гарнитуру для экскурсий. Там большое-большое количество разных... Где-то мы оплачиваем какие-то посещения музеев, еще что-то. То есть это очень важно. Вообще, на мой взгляд, финансы в любом деле – это крайне важный момент. Потому что деньги – это кровь, которая гуляет по бизнесу и которая заставляет этот бизнес работать и двигаться. Чем больше напор, тем лучше. И, соответственно, деньги – очень важная составляющая. Кроме того, любой участник, заплативший деньги, он, во-первых, ценит те деньги, которые он заплатил, он требует от организаторов больше и заставляет организаторов более тщательно выполнять свою работу. Нет, вопрос такой возникает. Если человек, занимающийся бизнесом, вкладывает в любой проект какие-то деньги, он предполагает, что он с этих денег что-то должен получить плюсом? Конечно. В данном случае, что он получит, кроме прогулки, кроме посещения музея, кроме какого-то обмена опытом? Что монетизировано он может получать? Ну, люди получают контакты, люди получают опыт, люди получают клиентов, партнеров. То есть, как бы на самом деле, я скажу так, автопробег у нас много людей, постоянных, принимают участие с года в год. Кому-то выгодно, допустим, в течение трех-четырех лет участвовать, потом он делает перерыв, потом присоединяется. Мы не можем, автопробег – это не резиновая штука. Вот у нас сейчас 50 автомобилей, мы не можем больше принять, мы закрываем. У вас тоже квота. Квота 50 автомобилей. С удовольствием мы бы сделали, но это невозможно. Этой колонной нужно управлять. На завод, на любое предприятие посещение 150 участников – это очень большой челлендж для завода, для любого предприятия. Предпустите, завод принимает 150 гостей, там никогда столько людей не было. И это очень трудно. Поэтому вопросов, на самом деле, очень много. А вот слово Ильдару как раз. Мы в перерыве обсуждали, какие задачи ставят и участники этого проекта, и правительство перед участниками. И вы сказали, что в Башкортостане вполне понятные задачи были поставлены. Поиск инвесторов. Расскажите. Смотрите, давайте я два слова скажу про это. Ну, первое, что для участника очень важно. Даже взять, если в целом республика страна, я, будучи представителем Молочного союза, и на все предприятия республиканские могу попасть. Будучи участником, с Михаилом, когда ездил на один из предприятий крупных, группы компании «Росмолоко», меня не пустили. Понимаете? Ну, как бы, а возможность автопробега, те участники, которые участвуют в автопробеге, они могут посетить все предприятия. То есть границы открываются? Границы открываются. Тот же Белебейский молочный комбинат, группа компании «Савенсия», наверное, вот я, будучи главой Молочного союза, был всего два раза. Потому что у меня теплое отношение с первым руководителем этого предприятия. И вот я Михаилу там возил, и с открытым сердцем показывали это предприятие. Вот такого нигде не увидишь, даже в Европе. Поэтому это возможность увидеть закрытые предприятия, которые на самом деле по автоматизации, по оснащению обороны гораздо выше уровень, чем в мире, я могу сказать. Таких вещей вот просто так ты не увидишь, и тебя туда не пустят, не пригласят. Поэтому это обмен опытом колоссальный с российскими предприятиями. Это первое. Второе. Что стоит действительно правительство, Министерство СССР перед участниками автопробега? Мы вот собрались, провели пресс-конференцию, вообще на самом деле перед этим автопробегом. Мы этот автопробег заканчиваем в республике большим мероприятием, который уже год мы тоже проводим. Молочная страна называется, фестиваль, где в этот раз 30 предприятий будут участвовать в ярмарке и показывать нашим покупателям непосредственно... Но это 30 местных предприятий. Местных предприятий, которые будут непосредственно показывать всю продукцию, которую мы производим. Начиная от полки, мы там даже сделали для детей зону, где доят коров, барашков, коз и где, как производится это молоко. И потом, как это, в что это упаковывается и будет зону... Всё-таки, я думаю, овечек, а не барашков. Овечий сыр выпускаете в Башкортостане? Да. Овечий сыр есть в Башкортостане? В Башкортостане есть всё, как говорится. И даже кумыс. Если бы там ещё кумыс не было. И козье молоко, и овечье молоко у нас есть. И кумыс есть и с козьего молока, и с конского молока. И с конского не забываешь. Расскажите всё-таки... Давайте я договорю, какую задачу стоит. Да, мы сейчас про задачу. Но лирическое отступление. Кумыс – это что такое? Это кумыс – это кисломолочный продукт. Берётся кумское молоко и сквашивается. Получается такой кисломолочный продукт. Кобыли. Кобыли. Кобыли, конечно. Почему, Коль, удивился, что я не пила кумыс? У меня детство в Казахстане прошло, я, Коль, не пила. Я тоже жил в Казахстане в одной деревне, я пил кумыс по стальянам. На самом деле кумыс – это тот продукт, который излечивает онкологические заболевания, могу сказать. У нас даже есть целый санаторий, который специализируется на болезни этой. Но способствует, то есть всё-таки не излечивает, а способствует лечению. Основной курс – это именно лечение кумысом. Удивительно, я не знала. Там есть кобылия ферма, завод по переработке этого кобыльевого молока. И даже мы это сушим, кобылье молоко, чтобы потом, потому что только в определённый период тоже кобылье молоко производится, чтобы это из сухого молока кобыли потом восстанавливать и делать кумысный, правда, напиток. Но он тоже имеет целебные свойства. Так, инвесторы. Возвращаемся к инвесторам. Это уникальная возможность, когда в республику приезжает 150 человек, и в том числе это крупные инвесторы, которые, возможно, готовы вложить в республику свои средства. Они смотрят, как, во-первых, мы их встречаем, потом смотрят, что мы из себя представляем. Поэтому вот так просто привезти инвесторов в республику, наверное, очень сложно. А тут вот этот пробег, эту проблему, не проблему, эту задачу решает. Они сами за свои деньги, грубо говоря, приезжают, смотрят, а потом только остаётся их там вот встретить, с ними поговорить в неформальной беседе и сказать, что мы готовы вам предоставить столько-то земли, какие-то здесь площадки. Только вложите деньги, и мы вам обеспечим все условия для того, чтобы вы к нам пришли и сделали это. Ну, на самом деле, вот как бы это вот уникальная возможность. Много в Башкортостане свободной земли, Эндар? Достаточно много. Если вы придёте, мы вам выделим, сколько вы захотите. Нет, у нас своей очень много. Желательно с деньгами, Светлана. Ну, вы понимаете, да, конечно, с деньгами. Поэтому вы нам интересны, если у вас есть деньги. Конечно, да. Который год Башкортостан в этом проекте принимает участие? Мы с 2011 года проводим фестиваль «Молочная страна». Инвесторы с 2011 года пришли в Башкортостан благодаря этому проекту? Ну, даже вот я могу сказать, что ежегодно к нам приходят от 10 до 15 инвесторов. Это в отрасль молочную? В молочную отрасль. В молочное животноводство, в переработку и в производство молока. Последний крупный инвестор, который к нам пришёл, это Эканива. И как раз автопробег будет заезжать на одну из мегаферм, которую построил Штефан Дюр. Достраивает. Достраивает. Когда мы были с Михаилом где-то месяц-два назад, там ещё только были стены. Сегодня мы уже подводим под крышу эту мегаферм, и уже коровы завезены, Михаил. Уже? Завезены. Я сам не ожидал, что это так можно, но реально инвестор сделал, и практически мы приедем на открытие. Эканива – это что за компания? Крупнейший производитель сырого молока в России. В Европе тоже. То есть это с иностранным участием компания? Нет, это российская компания, но собственник, этнический немец. А, собственник этнический немец. Его зовут Штефан Дюр. Да, просто, да, этнический. Это как Мираторг компания, примерно такая, чтобы вы понимали, только молодец. По масштабу, да? Да. По масштабу. По поводу бенефитов автопробега, я могу сказать, да, вот для меня тоже важно. Мы же с Любовью Гусевой как раз познакомились в автопробеге, вот, она принимала участие. Да, я хочу свои пять копеек по поводу полезности участия в этих мероприятиях. Да, Ирина проводит… Да, потому что сейчас мы прервемся на полминуты и с этого как раз начнем. Возвращаемся в студию. Это программа «Разворот на бизнес». Прервались на комментарии Любови Гусевой, директора компании «Литон» по поводу полезности автопробега. Продолжаем. Я просто хочу сказать, что Daily News и лично Михаил проводят разного формата для отрасли мероприятия. И самое ценное в них, вот, лично для меня, как для, получается, для клиента этих мероприятий, то это доступ к мнению экспертов, что очень-очень важно, крайне важно. Потому что это в очень ограниченном количестве, что можно поговорить и с аналитиком, можно поговорить и с представителем власти, и можно поговорить со своим клиентом. Поэтому это, прежде всего, очень полезно для отрасли. Вот еще какой момент хотелось с вами, коллеги, затронуть. Когда мы встречались с начинателями этого движения в Кировской области, и здесь, в этой студии, как раз в начале июня или в конце мая это было, еще только обсуждали, получится ли, не получится, какие намерения у нас есть, мы говорили, собственно говоря, о потреблении молочных напитков в мире. Приводили примеры интересные. Южной Кореи, Китая, Японии, где есть огромные маркетинговые программы, серьезные вложения для популяризации. В том числе и государственная программа очень большая. Да, продуктов в связи с тем, что считают эти страны, что молоко позитивно влияет, например, на... Ну, китайцы говорят, что на рост просто, на рост людей. На рост людей. Мы хотим высоких китайцев, сказали, они получили это. И вот Николай тут тоже говорил, что, ну, окей, там, пробег, ну, окей, инвесторы. Но если вы говорите про потребление, да, то где здесь какой маркетинг? Где сейчас потребление? Надо ли в России вообще популяризировать? Как популяризировать? Вкладываться в это, не вкладываться? Нет, ну, смотрите, если опять же, вот я поверю на слово Алексея Алексеевича, мы там потребляем 265 килограммов молока в год, а в среднем по России 204 там на душу населения. То есть есть куда популяризировать? В России. Да, в России. Вообще про вот этот опыт и международной популяризации и потребления молочных продуктов в применении на нашей земле. Вы знаете, сам, если говорить конкретно про автопробег, да, он как популяризаторская такая функция его, она не является ключевой. Понятное дело, что очень много там изданий. Четвертым пунктом стоит список главных целей мероприятий. Но очень много, очень много изданий, публикаций и так далее. И на самом деле, даже подспудно, это дополнительный повод, когда участники рынка сами непосредственно пропагандируют молоко лично. Там же есть директора, собственники предприятий. Это очень важно, что редко это бывает. Обычно же все это происходит из каких-то ретрансляторов, хороших или плохих. Если говорить про потребление, вообще про популяризацию молока, ну, тут очень спорный вопрос. Моё мнение, с одной стороны, да, у нас очень низкое потребление в нашей стране. Вот, я хотела, чтобы вы сравнили, мы по сравнению с Европой, с Канадой, с Новой Зеландией, где по потреблению молока? Мы, как бы это правильно сказать. Скитаем даже. Как есть говорить, Михаил? Как есть. Это не для радио. Для радио, для радио как раз. Вот, то есть, мы потребляем мало молока. Насколько мало? Значительно мало. В два, в три раза меньше, чем страны Северной Европы, например. В Штатах, например, нормы потребления существуют для разных категорий этнических. Есть для англосаксов, есть для латиносов, есть для афроамериканцев. Да, то есть, соответственно, как бы это разные нормы. Понятное дело, что самое высокое для англосаксов, потому что традиционно потребляют молока больше. Швеция, Финляндия, Дания, Голландия, Великобритания, они потребляют, Франция потребляет больше 400 килограммов на душу населения в год. В Финляндии, Швеции, я сейчас точно не помню, и Дания, около 600 килограммов на душу населения в год. Вот, то есть, это как бы колоссальный объем, у нас они очень маленькие. Это всё-таки что такое? Это что за история? Это традиции или это программы какие-то государственные? На что они направлены, если они есть? Важно, что понимать. Молоко потребляется не только в виде питьевого молока. Да, да, понятно. Оно потребляется. Все молочные продукты. Масло, сыра и так далее. Мороженое тоже. Традиционно, спорный вопрос. Вот, уже спорный. Уже спорный. Да, значит, вопрос... Но в моём детстве мороженое было из молока. Ну да. Вопрос в том, что, например, в Германии 22 килограмма сыра на душу населения в год. В России 5. Там, с небольшим. Сырного продукта. Ну да, туда ещё и сырный продукт входит. Но это уже другой вопрос. Вы понимаете, как бы потребитель, покупая сыр, он же потребляет его как сыр. Он покупает в магазине сыр. Вот. И хочет купить сыр. А то, что ему продают сырный продукт, это уже другой вопрос. Есть какая-то корреляция, Михаил, есть какая-то корреляция между количеством потребляемых молочных продуктов и здоровьем населения в странах? Вы знаете, это очень спорный вопрос. Ну, исследования какие-нибудь, отслеживания и так далее. Ну, давайте возьмём стандартно скандинавов. Да. Вполне здоровые. Голландцев. Они все очень высокие. Вот. Мне, например, всегда в голландском туалете чувствуют себя неловко. Вот. Ну, потому что я бы не высокого рода. Высоко пределывают. Да, да. Шведы тоже. Хороши. Вот. Ничего для радио нормально, да? Нормально, нормально всё. Я же ничего не сказал. Нет. Зато главное, что очень сразу так вот показательно, понятно. Мы потом договорим, Михаил. После эфира, да. Да, точно. Это если про здоровье. То есть, как бы, это же исторически. То есть, люди... Вот Николай правильно сказал. Китайцы поставили задачу. Они выросли немного. Выросли. Да, они изрядно выросли вообще в среднем-то, да. И, соответственно, молоко – это как раз, скажем так, натуральное молоко, натуральный молочный продукт. Это хороший способ для, скажем так, укрепления здоровья нации. Ну, окей. Вот просто запомните, Кировская область 250, и мы лидеры по потреблению. И Северная Европа 600. Вот куда. Вот. Вопрос в другом. Вопрос в деньгах. Опять же, мы про деньги, и снова деньги. Значит, почему мы говорим про экспорт сегодня? Потому что мы можем потреблять больше, но готов ли человек покупать, потому что молочная продукция, она не может быть дешевой. То есть, когда нам государство или президент ставит задачу производить много молока, причем все говорят, что цена на молоко не должна быть ниже, там, для фермеров, там, определенной цены. А тут же говорят в магазины переработчику, а почему у вас такая высокая цена на молоко? Тут возникает какой-то когнитивный диссонанс. Потребитель на сегодняшний момент не имеет возможности купить более дорогую продукцию. И поэтому идет и покупает заменители. И в этом, конечно, проще отправить на экспорт. Вот. Проще. А сложнее сделать так, чтобы люди были богатыми. Для этого нужно развивать частную инициативу, частный бизнес. Кстати, важно еще значение молока. Вот мы об этом не говорим. Молоко – это является базой для развития жизни на селе, для частного предпринимательства. Сельское хозяйство – это возможность занять жителей села делом, занять их бизнесом и так далее. Чем больше людей производят молоко, тем здоровее село, тем здоровее продукты мы производим. И это тоже является частью пропаганды молока и результатом этого. То есть, вот и все. Я еще хочу задеть один аспект, что почему популяризация молока, почему вот эти акции. Если посмотрим в действительность нашу, да, потребительский спрос растет, и людям нужно где-то брать белок. То есть, почему объединение, потому что мы сейчас, отрасль, должна конкурировать с теми же продуктами, которые культура потребления как молоко, но это не молоко. Это тоже нужно разъяснять, пояснять и место под солнцем или на полке. Его тоже нужно еще завоевать молочником. Да, ну вот вы знаете, я сейчас вот задумалась тоже, вот сразу же, когда цифры были названы, я сразу задумалась, как-то такой у меня не было картинки, что мы настолько меньше потребляем молочных продуктов, чем те же европейцы. Потому что я тут рассказывала неоднократно, и в том числе в эфире с вами, Любовь Михайловна, о том, как мы ездили в финскую школу, и как там стоят вот такие миски с маслом просто, и любой ребенок сколько угодно его может намазать на хлеб. И аппараты по разливу молока, и ты можешь пить сколько тебе надо молока. И финны рассказывали, что 10 лет назад они все-таки вводили госпрограмму нормирования не менее 4 стаканов молока на ребенка в школе. То есть вот такой объем молока привозится, и там на баре, в столовой ты можешь наливать себе молоко, а не газировку, там и не сок, а именно молоко. Я что-то вот сейчас как раз и задумалась, и сколько же мы в семьях потребляем, какого продукта молочного в день, в неделю, что наши дети об этом знают, как они к этому ко всему относятся. Возвращаясь просто вот к экскурсии, которую мы специально к этому празднику для ведущих открывашки детской программы проводили на молочных комбинатах, я понимаю, что, конечно, дети, особенно городские, они не знают, что такое там корова, как это молоко доставляется, как оно производится, что в нем заложено. Их поразили вот эти кефирные грибки, которые там за закрытой секретной дверью, и оказывается, они реагируют на погоду, на людей. Они ничего этого не знают, несмотря на все курсы естествознания, не естествознания, окружающего мира, там, еще чего-то, там, еще чего-то. Сейчас государство задумывается над тем, чтобы как-то менять школьное меню. Очередной опрос вот недавно мне коллеги тоже присылали о том, как ваши дети питаются в школе, что они об этом думают. Вот ты вспоминаешь, что в прошлом году, например, у пятиклассников самый популярный продукт в школе был рожки, именно рожки, не спагетти, там, не макароны, рожки с подливой, затирочка, ну, знаю, что такое подлива, затирочка с мукой. А вовсе не какой-то там молочный продукт, там, да, и батончик с газировкой из соседнего магазина. Вот это тоже очень важная, кстати говоря, задача, если мы говорим, и теперь уже не просто, там, об увеличении, там, производства или бизнес-задачи, это вот то самое, о чем говорил Алексей Алексеевич, здоровье нации, там, да, и прочее. То есть об этом тоже надо задумываться и говорить. Ну, и то, о чем говорили, говорят, в той же Канаде, когда начинают учить детей с пяти лет, там, разбираться, собственно говоря, в тонкостях. Да. Животноводство. Бонетировка. Да, вот я это слово, конечно, не запомнил, но я понял, что... Бонетировка. Бонетировка, да. То есть когда ребенок пяти лет уже не просто видел в книжке корову, а прекрасно знает, какой она должна быть для того, чтобы давать максимальное количество молока. Да, ну, совершенно верно. Вот тоже в финской школе, там, мэр города и директор школы говорил, что это молоко от наших коров, вот, это масло от наших коров и так далее. У нас есть три минуты до завершения эфира, и здесь мы можем как раз немножечко и поговорить про местный продукт. Вообще история с местным продуктом и поддержки местного производителя в продаже этого продукта, она стоит в ряде задач пробега или она вообще никак не касается другая история? Ну, это вообще, на мой взгляд, сегодня тренд глобальный, и если послушать аналитиков мировых, да, то, несмотря на то, что население растет, логистика растет, в первую очередь в мире, особенно в развитых странах, где у людей есть деньги, они будут предпочитать потреблять местные продукты. Локал. Да, и поэтому, соответственно, развитие местного производства, это крайне важный момент, не только с точки зрения потребления, а в первую очередь с точки зрения уровня жизни. То есть, соответственно, чем больше местных производителей, тем более высокий уровень жизни. Если местные производители производят продукт, который никто по соседству не может купить, вот, то тогда, в общем, в этом нет никакого смысла. Потому что местный продукт, он более дорогой, он более ручной, он не является таким глобальным. Ну, не всегда, конечно, есть и... И он гораздо ближе поступает по времени, чисто говоря, то есть его не везут там через всю страну очень долго и упорно. Вот, и в мире в будущем будет вот эта вот диверсификация происходить на локальные и глобальные продукты. И она сейчас уже более чётко обозначается, да? Мы видим уже, сейчас мы видим, да. И, конечно, вот в этом направлении нужно очень серьёзно двигаться. И это связано с экономикой местности, да, локальной экономикой. То есть, чем больше потребляешь местного продукта, тем больше твоя экономика растёт, собственно говоря. И со здоровьем, если мы говорим о продуктах питания. Очень важный момент. Мегафермы, крупные предприятия, это всё очень здорово. Но одна мегаферма, она может, допустим, обеспечить район или область даже молоком. Вот, но сколько там работает человек? И это на самом деле, это есть, грубо говоря, мегаферма в большом, если она реально покрывает весь район, она на самом деле не выполняет социальную функцию с отрицательной точки зрения выполняет. Потому что местное население, люди должны заниматься бизнесом. А современные фермы оборудованы таким оборудованием, что люди не нужны? Но это нет, это другой вопрос, философский, неважный. Это отдельная тема для отдельной передачи. Да, но у нас уже больше нет времени, потому что мы закончили наш разворот на бизнес. И мы благодарим вас, коллеги. Очень познавательная была программа, на мой взгляд. Возвращайтесь на праздник, на театральную площадь. Я напоминаю, что мы записываем программу. Обклеивайте машину. В воскресенье, когда в Кирове стартовал пробег «Дорога молоку». И благодарим наших гостей, Любовь Гусеву, Алексея, Алексея Алексеевич давно поблагодарили, Котлячкова, Михаила Мищенга и Эльдара Файзулина, Николай Голиков. Светлана Занякова. Разворот на бизнес завершен. Светлана Занякова.